Сегодня в программе. Иммуномодуляторы – это лекарства нового поколения, которые нередко в наших аптеках продаются без рецепта. Покупаясь на рекламу, мы забываем посоветоваться с врачом. А ведь у этих препаратов есть как показания, так и противопоказания. И об этом наш сюжет. Мы, может быть, и догадываемся, но наверняка не знаем, насколько полезен чай. Недавно исследования ученых доказали ярко выраженные лечебные свойства чая. И сегодня мы продолжаем беседы о здоровье за чашечкой чая. Гимнастика для здоровых суставов. Делая ее три раза в неделю, вы быстро почувствуете результаты. И мы продолжаем изучать этот комплекс упражнений. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о новой группе препаратов, называемых иммунотропные препараты. Эта группа включает большое количество лекарственных средств, разных по механизму своего действия. Они могут воздействовать на различные звенья иммунной системы, могут усиливать активность иммунной системы. А ряд препаратов может, наоборот, оказывать иммунодепрессивный эффект. В 1968 году был создан один из первых официальных препаратов, оказывающих влияние на иммунную систему. Этот препарат назывался декарис или левомизол. Очень многочисленные исследования были посвящены изучению данного препарата. Его пытались применять в лечении многих заболеваний, но, к сожалению, декарис обладал и обладает большим количеством побочных эффектов. Поэтому в настоящее время его применяют крайне редко. За последние 40 лет создано достаточно много иммунотропных препаратов, которые могут оказывать воздействие на состояние иммунной системы. Это совершенно различные препараты по своему строению, и они отличаются по механизму своего действия. Одни препараты наиболее известны, другие препараты менее известны. Вот очень многие врачи и пациенты любят, например, растительные препараты. Они называются еще адаптогены. Наиболее известен такой препарат, как иммунал, то есть препарат эхинацеи. Известны и другие препараты эхинацеи, которые идут как пищевые добавки. Но, на мой взгляд, конечно, более показано применение именно официальных препаратов. Иммунал широко применяется в профилактике респираторных инфекций. Однако нужно предупредить, что иммунотропные препараты и их применение должно контролироваться аллергологом-иммунологом. Так как многие препараты имеют свои противопоказания, которые пациентам неизвестны. И человек может хотеть помочь себе, а на деле получится, что он себе просто-напросто навредит. Из других растительных иммунотропных препаратов широко известны наши отечественные препараты. Это, например, китайский лимонник, левзея, корень женьшея, который растет на Дальнем Востоке. Все эти препараты также обладают воздействием на иммунную систему. Также очень любят врачи и пациенты так называемые бактериальные иммуномодуляторы. Их сейчас достаточно много. Достаточно большая группа препаратов, которые широко применяются в лечении многих заболеваний. Особенно эти препараты показаны с целью профилактики развития респираторных инфекций. В последние годы заболеваемость респираторными инфекциями нарастает. И это приводит и к ухудшению состояния, а также это чревато затратами на различные лекарственные средства, на антибиотики. И вот применение бактериальных иммуномодуляторов позволяет уменьшить частоту респираторных инфекций при применении их с целью профилактики и позволяет сократить потребность в назначении антибактериальных препаратов. Особенно благоволят к иммуномодуляторам детские врачи. По статистике от 40 до 60% наших ребятишек болеют более 5-6 раз в год. При столь часто повторяющихся респираторных инфекциях уже не обойтись без антибиотиков. А антибиотики детям ну уж очень не хочется давать. И врачи-иммунологи нашли выход. И вот назначение бактериальных иммуномодуляторов в данной группе детишек позволяет снизить частоту респираторных инфекций, что очень важно, и снизить потребность назначения антибактериальных препаратов. Надо также упомянуть классические препараты, с которых тоже начиналось применение иммунотропных препаратов в лечебной практике. Это так называемые тимомиметики, т-активин, тимолин. Все эти препараты существуют до настоящего времени. Они себя также неплохо зарекомендовали в лечении различных заболеваний. Но прежде всего это хронические и неспецифические заболевания легких. Но сейчас, конечно, очень широк выбор иммунотропных препаратов. И врачам, которые работают с этими лекарствами, есть из чего выбрать. Еще раз хочу сказать, что препаратов много, но применение их должно контролироваться со стороны специалистов. И, конечно, здесь очень большое значение имеет консультация аллерголога-иммунолога. Здравствуйте! Это наша новая встреча за чайным столом за приготовлением чая в рассказах о традиционной китайской культуре, о традиционной китайской медицине, о Востоке и о чае. Прошлая передача «Китайвет» и самый авторитетный в нашей стране знаток чайной культуры Востока Михаил Баев рассказал нам, как заваривают чай в Китае. Очень быстро повторим основные пункты. Воду надо кипятить до белого ключа. Как только вода в чайнике зашумела, начинаем заваривать чай. В начале чайного действия хорошим тоном считается внимательно рассмотреть сухой чай и вдохнуть его аромат. После этого заливаем чай кипятком. Но первую заварку не пьем, а выливаем на чашки, чтобы они нагрелись. Чай не должен быть крепким. Заваривать его надо несколько раз, не меньше пяти. Заварку в чайнике не оставляем на следующий день. И, несмотря на привычку, отучаемся пить вчерашний и холодный чай. Это не только не полезно, но даже вредно для нашего здоровья. В прошлый раз вы увидели, что в чайном действии гунг-фу-ча чай разливают не в одну чашку, а в чайную пару. Из одного сосуда полагается вдыхать аромат, а из другого пить. А теперь мы узнаем, как же надо правильно пить чай. Стаканчик для вдыхания аромата поднимается одним движением, если он кажется вам горячим. Можно собрать тепло в ладони. Это чрезвычайно полезно для здоровья, стимулирует точки энергетических каналов. И потом следует вдыхать аромат чая, потому что аромат чая – это его небесная энергия, самая тонкая, самая ценная составляющая. Вдох, когда вы вдыхаете, аромат должен быть таким, чтобы не было ни шума, ни ветра. С каждым вдохом аромат чая меняется, и очень интересно ощущать эти переливы аромата. Затем можно выпить настой. Настой можно выпить в несколько глотков. Чашечка чайная в китайской традиции именно потому небольшая, что нужно обязательно выпить несколько заварок чая. И для того, чтобы вас хватило несколько заварок, чашечка должна быть невеликой. С точки зрения традиционной китайской медицины оказывает следующее воздействие. В древности писали, что свойства чая такие. Чай пробуждает дух, очищает ум, делает ясным зрение, нейтрализует яды, переваривает пищу, очищает кровь и продлевает жизнь. Вкус чая дает силу сердцу, а его природа успокаивает сердце и сдерживает эмоции человека. В древнем Китае говорилось, что вино дает храбрость войну, а чай – мудрость благородному человеку. Пить чай можно столько, сколько хочется, потому что с точки зрения, опять же, китайской медицины, я слышал мнение такое, существует мнение, будто бы чай сильный, мочегонный, и чрезмерное употребление чая способствует обезвоживанию организма. Это мнение несостоятельно, потому что та жидкость, которая выводится из человеческого организма, это продукты отхода, это с точки зрения китайской медицины мутные. Вот мочевой пузырь в традиционной китайской медицине управляет огнем, и он разделяет жидкости на чистые и мутные. Чистые идут на восполнение жизненных соков организма, а мутные с отходами выводятся из организма. А мочегонное действие чая основано на том, что чай, нейтрализуя яды в организме, способствует выведению шлаков. Это подтверждено в том числе и современными исследованиями. Японские ученые обнаружили, исследуя свойства чая, и обнаружили, что регулярное употребление чая приводит к тому, что из организма выводятся практически все токсины, в том числе и радионуклеиды, которые никаким другим образом из организма не выводятся. Японцы обнаружили, что регулярно употребляя чай, можно вывести стронцы 90 из костей, период полураспада которого очень долгий, и никаким другим образом он из организма не выводится. Таким образом, если вы пьете чай, то сначала чай нейтрализует яды и выводит шлаки из организма, поэтому он действует как мочегонное. Через какое-то время мочегонное действие чая пропадает, потому что мутных компонентов становится меньше, и все большее количество жидкостей, будучи чистыми с точки зрения китайской медицины, идут на восполнение жизненных соков организма. Чай имеет кумулятивные действия. То есть помимо одноразового, то, что ты выпил сейчас, его эффект в организме накапливается. И чем дольше ты бьешь чай, тем больше качественные изменения в организме происходят. С древности чай известен как средство, продлевающее жизнь. Когда в VII-VIII веке китайский чай попал в Японию, вместе с дзен-буддизмом, с чань-буддизмом, в Японии названным дзен, японцы восприняли чай с девизом, что чай продлевает жизнь и помогает научиться летать. Чай в китайской культуре достаточно долго был одним из компонентов доложских практик выплавления пилюли бессмертия. И величайшей ценностью в китайской культуре всегда было здоровое долголетие. Поэтому чай был обязательным компонентом для тех, кого интересовало достижение здорового долголетия. Интересно, что современные ученые обнаружили, что на чае мухи-дрозефилы живут в два раза дольше. В современном западном обществе существует мнение, что тот или иной вид чая способен поднимать или снижать кровяное давление. Это утверждение и верно, и неверно. Так, например, распространено мнение, что зеленый чай снижает давление, а черный повышает. Это ошибочно, потому что на самом деле действие чая в этом направлении медицинское, оно основано на том, что в чае больше всего, чем в любом другом продукте, витамина В2. То есть в таком количестве этого витамина нет больше ни в одном продукте на планете. Этот витамин делает стенки кровеносных сосудов эластичными. И таким образом, когда вы выпиваете несколько чашек чая, ваши сосуды становятся эластичными, и кровяное давление приходит в норму. Если оно высокое, оно снизится, если оно низкое, оно поднимется. Одно из наиболее заметных действий хорошего чая – это чай расщепляет жиры еще в кишечнике, тем самым он предотвращает накопление жировых отложений. И чай способствует перевариванию пищи. В то же время в чае очень много веществ, которые выступают катализаторами различных реакций и деятельности человеческого организма. Так, например, несмотря на то, что в чае почти нет витамина С, несколько чашек чая удвоят количество этого витамина в вашей крови, и тем самым очень сильно стимулирует иммунную систему. Крепкий чай пить не рекомендуется. Чрезмерно крепкий чай вызывает сердцебиение. Чай пить не рекомендуется. У вас бывает такое чувство, что тело бутысковано, руки и ноги не слушаются, суставы неподвижны, мышцы напряжены, и вам хочется размяться, потянуться? Тогда вместе с нами разучивайте комплекс упражнений, которые помогут вам забыть о болях в суставах. Как часто нужно заниматься физическими упражнениями? Естественно, след от физических упражнений с физиологической точки зрения остается на 48-72 часа. Поэтому заниматься один раз в неделю нет никакого смысла. Желательно, если из блоков, которые мы вам предложим, вы составите свой комплекс упражнений и будете заниматься от получаса до полутора часов. Продолжаем. Стараемся ногами касаться пола, руками пола сзади. Хорошо, поменяем исходное положение. Встаем сначала с помощью бедер и ложимся, и усложняем себе задачу. Потянулись вперед, выдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. И усложняем. Тянемся наверх. Хорошо. Выполним упражнение на косые мышцы живота. Тянемся в стороны. Руки находятся в середине голени. Мы как бы скользим по кругу. Чуть-чуть усложним. Добавим пружинки. Два вправо, два влево. Дыхание свободное. Не задерживаем. Во время занятий рекомендую вам соблюдать питьевой режим. Потому что данный режим способствует повышению работоспособности. Желательно пить обычную фильтрованную или размороженную воду. Разнообразим упражнение на косые мышцы живота. Прямую ногу подтягиваем к плечу. Локоть тянется к колену. Носочек нужно натянуть на себя. Вторая рука для равновесия держится окуп. Дышим наверх. Ха. Вдох. Ха. Вдох. Поменяем. Не забываем, что колено нужно держать прямо. Носок на себя. Хорошо. Расслабились и снова потянули мышцы живота. Хорошо. Теперь переходим к более сложным упражнениям. Потянулись с положения руки вверху к носочкам. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Можно сесть и расслабиться. Следующее упражнение – тянемся рукой к носочку, к противоположному носку. В данном упражнении участвуют все группы мышц живота. Прямые мышцы, косые. И не забываем про дыхание. Хорошо, расслабились. И последний раз потянули мышцы живота. Дышать нужно свободно и глубоко. Молодцы. Теперь выполняем комбинированные упражнения также на косые прямые мышцы живота. На раз поднимаем подбородочек вперед, касаемся одним локтем к другим и опускаемся вниз. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Переходим к упражнениям на мышцы спины. Данное упражнение способствует укреплению мышц данной области и устранению боли в проблемных зонах. Исходное положение лежа на животе. Подбородок свободно лежит на руках. И первое движение – ножницы. Здесь дыхание стараемся делать свободным и ритмичным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Расслабились. Следующее упражнение – на верхний плечевой пояс, грудной и шейный отдел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стараемся сходить лопатки и уводить локти за спину. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующее упражнение – на вытяжение позвоночника. Разнименная рука и нога по диагонали выполняют движение наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поменяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь из этого же положения сделаем статическое напряжение удерживаем на три счета руки и ноги и расслабились в данном упражнении стараемся не сгибать колени усложняй себе задачу хорошо, расслабим мышцы спины, носки натянут на себя и свободно работаем ногами расслабим поясницу и растянем ягоничные мышцы вдох и сели в позу ребенка хорошо